Белорусская народная сказка Вот идет он, идет, летит навстречу жучок Здравствуй, солдат, здравствуй, жучок Отслужил ты, солдат, двадцать пять лет? Отслужил Выслужил синий билет до три копейки деньгами? Выслужил Дай мне копейку, я тебе в беде помогу Добрый солдат взял, да и отдал ему копейку Подхватил жучок копейку и полетел своей дорогой Идет солдат, а сам думает Ничего, у меня еще две копейки осталось На одну чарку водки выпью, на другую махорки куплю Только он так подумал, глядь, мышка бежит Здравствуй, солдат Здравствуй, мышка Отслужил ты, солдат, двадцать пять лет? Отслужил Выслужил синий билет до три копейки деньгами? Выслужил Дал копейку жучку? Дал Дай мне копейку, я тебе в беде пригожусь Добрый солдат дал и мышке копейку Схватила мышка копейку и в норку потащила Ну что ж, думает солдат, идущи дальше Пить не буду Куплю на последнюю копейку махорки и так дойду Только он это подумал, глядь, из-под мостика рак ползет Здорово, солдат Здорово, рак Отслужил ты, солдат, двадцать пять лет? Отслужил Отслужил Выслужил синий билет до три копейки деньгами? Выслужил Дай мне одну копейку, я тебе в беде пригожусь Отдал солдат и последнюю копейку, а сам пошел дальше Приходит в столицу Видит у царского дворца народу полно Одни на трубах да на скрипках играют Другие веселые песни распевают Третьи всякие фокусы показывают Особенно старается какой-то королевич с перьями на шляпе Всех расталкивает, сам наперед рвется Что тут такое? Спрашивает солдат Иванка у царского слуги Да вот, отвечает слуга, дело-то какое Есть у царя одна единственная дочка Она отродясь еще не смеялась И никто не может ее рассмешить А царь объявил, что тот, кто ее рассмешит, станет ее мужем Солдат расхрабрился, усы подкрутил И начал поближе ко дворцу подбираться Может, думает, мне удастся ее рассмешить Ты куда, грязный солдат, прешь? Крикнул на него королевич с перьями на шляпе Тут и без тебя, женихов, хватит Схватил он его за шиворот и оттолкнул прочь Солдат споткнулся, да и бухнулся в грязную лужу Только что перед этим большой дождь прошел Поднялся солдат, мокрый, измазанный Вся шинелишка в грязи Вот так беда, думает Как же теперь обсушиться? Эх, как бы здесь были жучок, мышка и рак Пожалуй, они в беде бы помогли мне Только он так подумал Как вмиг явились перед ним жучок, мышка и рак Ну что у тебя, солдат, за беда? Спрашивают Да вот, сами видите, отвечает солдат Снимай свою шинелишку Солдат снял Жучок, мышка и рак подхватили шинель и потащили на речку Увидела это царская дочка из дворца Загляделась, что за комедия Помыли солдатские помощники шинель и потащили сушить ее на берег Встал рак на шейку, поднял свои клешни А жучок с мышкой и повесили на них шинель Рак не выстоял Упал в грязь вместе с шинелью Потащили они опять шинель в речку мыть Вымыли И опять на рачьи клешни развесили Мышка выкручивает А жучок вокруг летает, да крылышками помахивает Ветерок нагоняет, чтоб скорее сохло Царевна смотрела, смотрела на все это Да и рассмеялась Приходит к отцу и говорит Никто из князей, королей и генералов меня не рассмешил А рассмешил мой простой солдат За него я и замуж пойду Хоть царь и не рад, что будет его зятем простой солдат Но ничего не поделаешь И стал солдат мужем царской дочери А жить во дворце не хочет Я ко дворцам, говорит, непривычный Буду жить в простой хате Ты мне, женка, только солдатских харчей сюда присылай Да махорки побольше Поставили ему в царском саду просторную хату Вот и остался он там жить Живет и беды не знает Тем временем королевич с перьями на шляпе Сам стал королем Никак не может забыть, что царская дочь вышла не за него А за простого солдата Собрал он свое войско И пошел на царя войной Посылает царь дочь за солдатом Пора, мол, на войну собираться Нет, говорит солдат жене На войну я не пойду Я свое отслужил У меня синий билет Заплакала жена И сама с отцом поехала на войну А солдат набил в трубку целую осмушку махорки Да так запыхтел Что весь царский дворец дымом заволокло Выпурил трубку и говорит самому себе Эх, если были здесь жучок, мышка да рак Они дали бы мне добрый совет, как короля одолеть И вдруг встали перед ним жучок, мышка и рак Что скажешь нам, добрый солдат? Чего ты нас звал? Да вот хотел бы с вами посоветоваться, как короля одолеть Ладно, говорят, мы поможем тебе Мышка и рак принесли из царских кладовых меч-кладенец А жучок полетел в чистое поле и привел коня богатырское с гривой серебряной Стукнул конь перед солдатом копытом и говорит Влезай, Иванка, мне в правое ухо, а в левое вылезай Влез Иванка коню в правое ухо, а в левое вылез И стал таким богатырем молодцем, что ни в сказке сказать, ни пером описать А теперь садись на меня, говорит конь Сел Иванка на коня богатырского и двинулся на войну Приезжает, видит королевское войско, побивает царское войско Ударил Иванка коня по бокам шпорами и ринулся в гущу королевского войска Как махнет мечом-кладенцом Так по правую сторону войско, как мяки насыплется А по левую, как солома стелется Целый день с утра раннего и до вечера воевал Иванка Разбил в пух и прах вражье войско Подлетел к королю, отрубил ему руки по самые плечи И поехал к царю Царь, понятно, не узнал его Скажи, добрый молодец, спрашивает царь Ты кто таков? Какого ты роду звания? Ничего солдат ему не ответил Чем же тебя наградить за твою храбрость? Ничего мне не надо, говорит солдат Дай мне только твой царский платочек на память Дал ему царь свой платочек Приезжает Иванка в сад Залез коню в левое ухо, в правое вылез И стал таким, как был Пустил он коня на волю А сам пошел в свою хату Воротился царь с дочкой с войны Всюду в трубы трубят, пляшут, поют Такая у всех радость Приходит царская дочка к солдату Иванке Эх, говорит, напрасно ты не поехал с нами Хоть бы поглядел, сколько там было Войска, а пушек сколько Да не одолеть бы нам короля Если б не один отважный рыцарь Как налетел он Все королевское войско разбил в пух и прах А самому королю руки отрубил по самые плечи А кто он, неведомо Вот был бы мой муж таким А то вот не повезло мне бедной Не муж у меня, а растяпа Ты, женка, меня не брони А скорее неси солдатских харчей до махорки Говорит Иванка Принесла жена харчей и махорки Есть солдат свои харчи Курит махорку Вылечился тот безрукий король И опять объявил, что идет где войной На царя и его дочку Да не один А с двумя другими королями вместе Собирается царь на войну Посылает дочку замужем Ах, говорит она Муженек ты мой любезный Опять идет на наше царство великое войско И ведут его три короля А батюшка мой уже стар Воевать не в силах Не поедешь ли ты вместо него Куда мне ехать, говорит солдат Я уже свое отвоевал А если они землю нашу завоюют То что нам тогда делать? Не завоюют Тот храбрый рыцарь поможет вам А мы ведь не знаем, кто он и где искать его Ничего, он и сам вас найдет Заплакала жена И поехала вместе со стариком отцом на войну А солдат съел все харчи Выкурил всю махорку Да и говорит самому себе Вот если бы здесь теперь были мои помощники Жучок-мышка-дарак Только он это вымолвил Как явились вмиг перед ним жучок, мышка и рак Что скажешь нам, добрый солдат? Да вот хочу с вами посоветоваться Как троих королей одолеть Ладно, говорят ему помощники Мы поможем тебе Притащили мышка и рак из царских кладовых Новый, втрое больший меч-кладенец А жук полетел в чистое поле на зеленые луга И привел оттуда нового коня богатырского С золотой гривой Топнул конь копытом перед солдатом И говорит Влезай, Иванка, мне в правое ухо А в левое вылезай Влез Иванка коню в правое ухо А в левое вылез И стал таким богатырем-молодцем Что ни в сказке сказать Ни пером описать А теперь, говорит конь Садись на меня Поедем королевское войско разбивать Сел Иванка на коня богатырского И поехал на войну Приезжают А там солдаты королевские Окружили царя с дочкой И кричат им, чтобы в плен сдавались Тут, как врезался Иванка во вражье войско Как начал бить его Направо махнет Как Микина войско сыплется Махнет налево Как солома стелется Кого сам рубит А кого конь копытом топчет Три дня и три ночи Воевал Иванка Разбил в прах Все вражье войско Потом подлетел К безрукому королю Отрубил ему голову Уж теперь тебе поганец Не ступать больше на землю нашу Говорит Иванка А два других короля Еле живые бежали Подъехал Иванка к царскому шатру Царь с радостью встретил его Кто ты таков спрашивает Какого-то роду звание Ничего не ответил Иванка Чем же мне тебя наградить, храбрый рыцарь? Ничего мне, говорит Иванка Не надо Дай мне только на память Золотой перстенек Твоей дочке Очень понравился Царской дочке рыцарь Она и отдала ему Свой золотой перстенек Сел Иванка на коня Только его и видели Приехал домой усталый Не смог даже влезть Коню в левое ухо А в правое вылез Как с ног повалился на траву И уснул богатырским сном Спит он сутки Спит вторые А конь пасется в саду Ведь хозяин-то не успел Его от себя отпустить На третьи сутки вернулся царь с войны И пошел пир горой по всей столице Музыка играет, народ веселится Вышла царская дочь в сад К своему мужу Он, видно, там с голоду уже помер Думает она Входит в хату Смотрит, никого нет Она туда-сюда Вдруг видит в саду Золотогривый конь пасется А рядом с ним Пригожий рыцарь спит Подошла царевна к рыцарю И заметила у него на руке Свой золотой перстенек А из кармана уголок отцовского платочка торчит Разбудила царевна рыцаря Кто ты такой, славный рыцарь? Спрашивает Как кто? Муж твой солдат Иванка Отвечает рыцарь Обрадовалась царевна Что такой красивый сделался ее муж Взяла она его за руку Повела к отцу Вот, говорит, батюшка Кто нас избитый-то вызволил? Муж мой, солдат Иванка И показала отцу Свой золотой перстенек И с его меткой царский платочек Ну и Иванка не стал больше Влезать богатырскому коню В левое ухо А так и остался славным богатырем Говорят, живет он и теперь Субтитры делал DimaTorzok